Благотворительный марафон «Наша победа» продолжается в Тверской области. Жители Верхневолжи приглашают оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла. О том, как оказать эту помощь, выяснила наша съемочная группа. Управлены на оказание разносторонней помощи ветеранам Великой Отечественной войны. С начала проведения благотворительного марафона и по настоящее время помощь получили уже свыше тысячи человек. Особое внимание уделяется одинокопроживающим защитникам Отечества. Помощь распространяется прежде всего на участников инвалидов Великой Отечественной войны, а также награжденных знаком жителей блокадного Ленинграда, либо несовершеннолетние узники концлагерей. Напомним, на этапе старта марафона на региональном уровне был создан специальный расчет на счет для перечисления средств. За весь период проведения акции собрано уже более 10 миллионов рублей. Полученные средства расходуются на помощь, которая оказывается в виде ремонта в приобретении необходимой бытовой техники или дорогостоящих лекарств. Решение о показании помощи принимает попечительский совет, состоящий из 18 человек. Они определяют, кому необходимо направить помощь. Проводят обследование жилищных условий и выявляют наиболее нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны. Кому-то будет, может быть, даже странно услышать, что эти люди, которые давно уже перешагнули возраст за 95 лет, что они каким-то образом в чем-то нуждаются. И тем не менее, это так. Потому что не все родственники, не все члены семьи иногда в состоянии помочь своему участнику. Сегодня помочь ветеранам может. Каждое из средств перечисляется на расчетный счет Тверской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Номер счета можно узнать на официальном сайте правительства Тверской области и внести свой вклад для поддержки ветеранов.